Все-таки я сделаю еще одно гадание, потому что я начинал гадать все равно с данной страны, с данного вопроса, по-моему, когда я там год назад начинал гадать, что будет у наших братьев белорусов. Я не хочу гадать на Лукашенко, мне он не интересен абсолютно, а вот через Белоруссию, так же как и через Навального, можно посмотреть, что будет происходить в стране, ну вот через них, да, можно посмотреть, что будет происходить в России. То есть, конкретно, сейчас я задаю вопрос, это у нас Беларусь. Карты, скажите, пожалуйста, что ожидает Беларусь, белорусское правительство, белорусов до конца 2021 года? Что ожидает по событиям? Все довольно-таки просто и примитивно. Что ожидает Белоруссию? События. Более никаких вопросов, никаких задумок, без всяких мыслей. Кто-то на улице ругается, просто. Кто-то на улице ругается. Что-то у нас с королем, что-то с королем будет связано. Так, ладно. Беларусь, 2021 год, до конца 2021 года. Смотрим, вот что вот здесь будет. Меня интересует вот здесь позиция. Беларусь, 2021 год. Что-то мягкое выпадает, либо женщина выпадает. Либо Беларусь ожидает женщину какую-то. Знаете, Беларусь ожидает не только одну женщину, она ожидает еще какую-то женщину, какого-то мужчину, Беларусь их ждет. Ну, пока люди что-то как-то нет. Либо не приезжают, либо они где-то находятся... Как Навальный, вот, 7, вот, 7 там выпадает. Да, вот как Навальный находится вот где-то вот в таком же состоянии. Ну, дорога их ждет. Так, давайте по событиям. События Беларусь. Ну, давайте смотреть, что у нас на Беларусь выпадает. Сохранять спокойствие надо. Ничего страшного не происходит. Кто-то вам сделает небольшой подарок. Какой-то король сделает вам небольшой подарок. Возможно. Денежный. Спокойствие надо сохранять. Спокойствие. Волноваться не надо. Карты так и говорят. Спокойствие надо сохранять. Все идет своим чередом. Далее, что у нас далее идет, что нам несет следующий период. А вот здесь уже интересно. Здесь идут конфликты. Какие-то конфликты или конфликт. Конфликт, конфликт. Конфликты, почему-то скука. Конфликт и скука. А что вы мне скажете? Карты на конфликт и скуку. Что это? Что вот это конфликт и скука? Не совсем понятно. Конфликт и скука. Интересно, здесь обозначили, конечно, карты. Конфликт и скука. У меня почему-то идет только одно. Если протест и будет, да, вот в Беларуси. Опять там что-то будет. Что-то будет, я еще раз говорю. Хоть какой-то протест. То... Опять же, он будет таким же, как и был. Он будет мягким. Мягкий. Если протесты будет, протест будет мягкий. Так, а дальше что у нас идет? Можно сказать? Что у нас дальше? Что дальше мне почему-то интереснее выпадает. Смотрите, если будет конфликт какой-то, связанный с чем-то. Тут потому что что-то, какие-то события еще идут. Это у нас где-то осень, где-то осень приблизительно. Опять же, скучный конфликт, конфликт скука. Конфликт мягкий. Дальше я вот смотрю. Дальше. Дальше. Если вот на вот это событие... Внезапное расстройство чего-то идет. От чего расстройство? Расстройство чего идет? И получение каких-то денег. Субсидий может. Что-то у меня такое ощущение, что ситуация в Беларуси будет зависеть от ситуации в России. Я больше тут сказать ничего не могу. Скучный конфликт получения каких-то субсидий опять же. Такое ощущение, да, что здесь ситуация будет зависеть от другого правительства. Ситуация в Беларуси зависит от ситуации, которые будут развиваться в другом доме. В другом казенном доме. В большом доме. От перемен, которые будут в большом доме. Тут будет очень все зависеть. И субсидии, и конфликты, и все прочее. Вот как-то так. Но на страну выпадает дама, поэтому я думаю, что здесь уже полегче будет в этом году, чем в том. Ну, у меня такое ощущение, по крайней мере. Но не сейчас. Что события у нас здесь выпадают. Вот здесь вот какие-то конфликты идут. Дальше получение субсидий. Субсидии. Тут все зависит. Здесь вот я на эту ситуацию угадал. Все зависит от ситуации, которая будет развиваться в другом казенном доме. Здесь все равно там... Как бы так полегче-то сказать, Беларусь не самостоятельно. Ну, правительство точнее, да. Что оно под влиянием. Под влиянием находится. Как-то так. Как-то так. Ну, в общем, вот так вот. Ладно, хорошо. В заключении, чем ознаменуется? Этот год для Беларуси. Вот конкретно. Чем ознаменуется этот год? Четыре дамы выпадают. Как это у нас называется? Каре? Я в покер не играю. Не знаю, как это называется. Каре четыре дамы выпадают. А возможно, какие-то четыре дамы будут на свободе. Четыре дамы будут в правительстве. Четыре дамы какие-то. Это, скорее всего, личности. Личности. Возможно, независимые... Извиняюсь, скинул. Получилось так. Возможно, независимые личности. Возможно, с деньгами какие-то будут. Возможно, какие-то будут... Какой-то иностранец будет. Или дамы, которые приедут из-за границы. Дамы, которые не знают языка. Ни белорусского, ни русского, ни смежных языков. Какие-то вот иностранные дамы, возможно. Какая-то иностранная дама из-за границы. Что-то вот с этим связанное. Неприятности будут. Неприятности большие будут с этим. Но чем все закончится? Вы знаете, все равно так или иначе, почему-то у меня выпадают перемены. Но, опять же, я хочу сказать, перемены мягкие. Все жестко, все сложно. Очень сложно, крайне. Четыре дамы выпадают. Я уже запутался. Кто там в это... Колесникова, Тихановская. Кто-то еще, по-моему, есть. Я не помню. Четыре дамы. Ну, допустим, Меркель. Не знает языка. Я не знаю, какой будет ходатайствовать. Я не знаю. Какие-то деньги выпадают. Дама, возможно, из другого правительства. Будет нажимать. Нажимать. Деньгами. Деньгами, возможно, не получится. Будет по-другому нажимать. Дама какая-то из другого правительства. Здесь какая-то дама иностранная выпадает. Плюсом. А вот смотрите. Допустим, вот так сделаем. Мне интересно стало, почему здесь дама. То есть, ключевую роль какую-то будет играть женщина. Эта карта просто об этом кричат. То есть, три дамы выпадает. Что-то с дамами будет связано. Давайте смежный вопрос погадаем. Вот это у нас... Блин, я забыл, как ее зовут. Колесникова, как ее? Так. Мария Александровна, 39 лет. Белорусский, белорусская флейтистка, педагог, политический активист, коленштаба Виктора Бабарико на выборах президента Республики Беларусь, 20-й год, представитель Объединенного штаба Светлана Тихановской и член Президиума Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, лидер партии «Вместе» и политическое заключенное. 11 сентября, 20-й год. Через Колесникову посмотреть. Мария Колесникова. Так, Мария. Это у нас Мария Колесникова. Карты, скажите, пожалуйста, что ожидает Марию Колесникову до конца 2021 года? Я попробую через нее погадать. Иностранная дама будет пытаться повлиять на ситуацию с ней большими деньгами, либо большими связями. И нет, ее оставят в заключении. Пока никак. Здесь идет вмешательство другого правительства. Разговоры будут... Разговоры будут, причем разговоры на повышенных тонах. Мария Колесникова до конца 2021 года. Мария Колесникова до конца 2021 года. Мария Колесникова до конца 2021 года. Беларусь. До конца 2021 года. Мария Колесникова, Беларусь. Заключение на нее выпадает. Заключение на нее выпадает. Она сейчас у нас, как и Навальный. То же самое абсолютно. То же самое один в один. Давайте посмотрим, будут ли здесь перемены. Пока я перемен к лучшему здесь не вижу в ближайшем будущем. Здесь очень сильно ситуация будет... Будет извне откуда-то идти. Так, ладно, давайте посмотрим. Посмотрим. На нее выпадает какое-то заболевание. Грустная новость о чем-либо заболевании, либо ее заболевании. Может голод? Не могу понять. Заболевание какое-то выпадает. Может нервное что-то. На нее выпадает лживый друг. Кто-то с ней есть лживый. Лживый друг, внезапная встреча. Кто-то к ней придет с какими-то возможными новостями. Кто-то к ней придет, какой-то лживый друг. Адвокат может какой-нибудь. А вот здесь, наконец, мне очень интересно, очень интересно, очень интересно. У меня почему-то такое ощущение, что под конец года могут выпустить. Могут выпустить под конец года. Потому что здесь идет прогулка. Прогулка и долгие разговоры. А на конец года. На конец года. На конец года. Какие-то хлопоты, 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 хлопоты. Под конец года ее могут выпустить. Как и Навального. Под конец года. Осень. Что-то с осенью связанная. Ее могут выпустить пока. Ей, конечно, да. Хреново ей одним словом. Что тут еще говорить? Что я могу еще сказать? Хреново ей. Беседы с ней ведут. Мозги промывают. О каком-то короле. И еще о каком-то короле промывают мозги. Либо какие-то короли промывают мозги. Вот как-то так. В общем. Спасибо. До свидания.